Доброе утро. У нас как темно в квартире, как будто вечер. И дождь идет. Дождь идет, идет и идет. Сыро так, что уже даже в квартире сыро. У нас полотенца в ванной не высыхают. Я их уже выношу с ванной и развешиваю на двери, потому что сырость такая высокая, что не высыхают. Представляете, вообще ужас. Надо, наверное, в ванну ставить какую-то вот эту вытяжку, может быть, которая, может, она поможет, не знаю. Ну, знаете, вот вытяжку ставят, вот это в вентилятор. Хотя, если вот такая высокий процент влажности, тут что поможет, не знаю. В общем, как-то так. Я уже собрана, сейчас буду выходить. Выложила видео, еще скляпала, сейчас обед собираю. С собой на работу тормозок и вперед. И все, и на целый день пропаду, а у вас один миг, и я вернулась уже вечер. Я уже дома. Дома побыла, компотику сейчас попью и улетаются. Назар принес. А, ты еще пол батона взял? Ну, хорошо, ладно, взял. А, там просто трошки есть, чихать буду. Ты тогда естся быстро, сыр хочу есть, все съем, не переживай. Хорошо, мы к Богданам поиграть поехали. На великах. А, может быть, там какой-то бомбернейший? О-о. Все равно никто их не ест, да? Я уверен, что если бы не записка, Вика съела. Не, она жареная не ест сейчас. А, куда папа? Папа мог бы, да. Папа 100%. Да. Молочко положи в холодильник, сынулька. Все, мы поехали с папой к Богданам. Вика уже там, мы на велосипедах проедемся. Сыграем разочек в уно и домой вернемся. Я езди, когда ты не умерла. Да ничего бы не умерла. Вчера только их жарили, сынок. Вчера? Да. Вчера ж ты пельмени лепил, ты забыл. Хорошо, ты с нами не хочешь? Ну все, мы погнали. Они еще уроки делают. А, точно. У нас же договоренность. В пятницу делаются уроки. Ну, я, наверное, на субботу оставлю. Нет, мы договорились, чтобы суббота была выходной. Все, Назар. О-о-о, а я не заказываю. А, нету. Я найду. Найдешь, позволю. Хорошо, все, я поехала. Итак, короче, уважаемые, мы уже не доиграли вторую партию. Ну, я лох, походу, здесь. У меня вообще ноль. Все, едем домой, потому что комендантский час скоро. Короче, у нас обстановка такая. Мы с Серым приехали на велосипедах. Вика пришла с работы пешком. Теперь Костя дает ей велосипед, чтобы она назад ехала. Как с нами, как человек. Как с нами, как человек. Благодаря Леночке. Благодаря Леночке. Это ее была мысля. Да я с Викой уже сажала с Сережки на раму туда. Ого, у папы так высока сидушка. Тебе так удобно, Сереж? Слушай, тебе удобно свет закрывать? Что ты горьешь вот это тут? Блин, ты качай на все. Между прочим. Ты как бычок у тебя. Ой, не могу, смешнючий. Смотри и учись профессионала. Это у него пимпочка какая-то галимая там, да, наверное? Сейчас вообще забыть. Правильно. Ой, в общем, едем. Насмеялись. Хорош. Ты, по-моему, явно не в колесо качаешь. Угу. А что-то не то. Вот вы? Ну все, дело пошло. Нашли. Как его качать? Замудренное у тебя колесо. Да насос тоже как вылезал. Это был без проблем. Всех качал велосипеды. Ты рюкзачок одела? Да, как я, конечно, понимаю. Маловатый, говорит. Что-то чуть-чуть. Вот так, вот так есть. Так, подкачал, конечно, но нет. На, про пимпочку закрутите. Чешу там с ней надо. Не надо. Еще задняя? А мы успеваем вообще доехать? Мотор не наносит. А, да успеваем. Мы сейчас как скоростя включим, да? Только у меня тормозов нет на велосипеде. Так же я. Нет, оно не такое сдутое. Сейчас будет сдутое. Нормальное колесо. У меня тоже. Может, у Кости мягче эта сидушечка? Мне спортивная. Да? Слушай, вы на нормальных велосипедах. Я на какой-то... Маленьком такой. У меня горный какой-то. Или какое-то? Да нет. Да это говно какое-то. Какой это шоссер? А, ну, в принципе, женский шоссер. Наверное, да. Все. Мы поехали. Где накачать тебе еще надо? Что тебе еще накачать? Мы же им насос, я завтра велик привезу и заберу его. Или он с утра тебе надо будет? Вроде не есть, а что у меня в подвале есть насос. А он с вами накачает. Ну или можем по-моему. Но все равно аж велик завтра есть. О, все, спай. Все, мы дома. Отдыхать. Кто тут просился к мамке? Кто просился, моя сладость? Сладость, мамина. Да. Тебе просилась на ручки. Сейчас возьму тебя. Зови, кайбей, да. Может, Вика возьмет. Ой, ладно, все. До завтра. Всем. Я дома, семья. Назарушка, а ты кроме пельмешков что-то еще кушаешь, зайка моя? Конечно. Вика, супчик сварила. Путербродовая. Назар, я прям серьезно сейчас. Так я серьезно ответил. Супчик Вика, смотри, сырный сварила. Чего ты не ешь? Вкусный же. Зачем, если пельмени есть? Ну, конечно, ты же их только и ешь. Тоже не вкусный. Папка промок, такой дождяра на улице. Просто фу. Думали, с Богданом мы еще партейку сыграем. Но я не знаю по такому дождю, как ехать или идти. Что идти, что ехать. А папа машину нужно починить? Не, а мы на велосипедах ездим. А, так конечно, тогда лучше ехать. Быстрее будет. Ну, это да. Что быстрее, то быстрее. Так, а стоп, у нас что, три велосипеда есть? Ну, один Костин и один Лилин. Лиля мне дала, можно сказала есть. А третий Папан тот, что ты-ка ездил. Это два. И Костин. Это два. И Лилин. Это два. Ой, три. Ну, назад. А ты вчера уроки сделал, я что-то не проверила. Тогда. Хорошо. У тебя моя шляденькая. Замучил тебя на жарко, да? Замучил мою девочку любименькую. Ой, пузо какое. Красавица наша. Вот так, куси его, куси. Тебя как на работе, папка? Я завтра должна была быть выходная. Планировала кладовую расчистить. Но лодка со мной поменялась. Ей надо день завтра, она просит, чтобы я поработаю. Так что так, буду завтра работать. Планы чуть-чуть сдвигаются. Ну, как обычно. Думала разобрать кладовку, чтобы ее уже валять. Можно было и Назара дверь переносить. Надо же эту стройку начинать. Хотя бы пока. Ну, ничего. Это безумие у нас с Викой. Посмотрите, какой дождь ей идет. А мы на велосипедах едем. Потому что дурь в голове. Я по-другому это не назову. Едем к Богданам. Играть в Луна доигрывать. Сережка не захотел. Я уже тоже такая. Говорю, ну не знаю, под таким дождем. Вика, да поехали. В общем, одели куртки, ветровки. Не знаю. Нашла? Светрика ищет. Давай буду помогать. В баске. Ну, что я вам скажу. Эксперимент не удался. Мы промокли насквозь. Не, кстати, голова сухая. Такая. Только здесь. Сейчас Константин нам будет чайком отпаливать. Будет, будет. Вон он, какой большой, добрый. Иногда. Все, мы уже дома. Назад уже ехали без дождя. У Богданов немного просушились. И это, я сейчас закуталась. Вика тоже все сухое, тепленькое. Так хорошо. И уже засыпаю. Сегодня буду спать, как убитая. Третий день мы уже на велосипедах гоняем. Клево так. Уже даже сегодня не чувствуется крепатура. Если вчера я еще чувствовала, то сегодня уже нет. Вообще ничего. Привыкается. Вот такое вот. Все. Снимаю мало, потому что в основном на работе. И завтра опять работаем. Поэтому встретимся завтра. Не знаю, с утра или после работы. Но все равно. Всем пока, украинцы. Тримаемося. Перемога все равно за нами. Хай потякают собі, что хотят. Но мы собі знаем. И уже тяжко нам. Важко нам даётся ця свобода. Но мы до неї обовязково прийдемо. Все. Всім пока.